здравствуйте но обычно когда у нас очередной гость я выхожу со вступительным словом и потом передаю это слово нашему гостю сегодня поступим иначе так как запись идет в зуме а там ограниченное время да и время сейчас уже позднее мы выходим записи поэтому наверное я сразу предоставлю ваше внимание нашей персоне персона это у нас уже здесь бывало это александр листенгорд попрошу его снова поприветствовать саша здравствуй добрый вечер да и я сейчас объясню почему вот так скоро ты снова у нас здесь на канале в гостях только недавно был а дело в том что совсем недавно саша проехался по чечне и дагестану у него вышел ну как мне показалось вполне фактологически такой сюжет достаточно интересный он рассказал об армянских следах в дагестане в чечне но в основном дагестане и так как это был его дебют в этом плане то естественно было очень много комментариев и саша не понимал как вообще на них реагировать и мы решили записать такой вот совместный выпуск обсудить может быть эти самые комментарии обсудить сам сюжет кстати кто не посмотрел можете пройтись по ссылке который вот будет у нас здесь в описаниях данного выпуска и посмотрите сюжет саши ну а пока давайте вот мы сейчас и обсудим сюжет саши эти комментарии с чем ему пришлось столкнуться с кем говорить и и вообще чего там интересного обнаружил саш тебе слово ну наверное сначала о твоем маршруте почему ты выбрал этот маршрут и дальше мы уже поговорим об армянском следе в дагестане чечне дагестан я выбрал потому что технически это были последние две республики на северном кавказе и вообще на кавказе где я еще не бывал то есть я жил в карачаево-черкесии бывал квартира балкарии створопольский край ростовская область костандартский край везде бывал вообще дагестане не бывал оставил на сладкое маршрут у меня был довольно простой то есть сначала попал грозный чечню оттуда поехал на автобусе махачкалу поездил по дагестану то есть это село гунив хунзах аварское село самое знаменитое да и оттуда уже потихонечку через разные аулы и села поехал в дербент а дербент стал как раз основной темой моего сюжета поскольку дербент как известно считается старейшим городом территории россии современной но и вообще в дербенте переплетаются невероятное количество историй в том числе и я бы сказал в основном для меня именно армянской что касается комментариев вот я в принципе относился всегда спокойно потому что мне один мой писатель стать из ростова как-то рассказал чтобы я не удивлялся потому что большая часть людей примерно 99 процентов людей они как правило не понимают мотивацию чью-либо которая не связана либо с деньгами либо с каким-то романтическими отношениями мягко говоря то есть все что выходит за рамки этих интересов людям обычно не совсем понятно поэтому меня часто спрашивают а кто тебе платит причем спрашивают и армяне и азербайджанцы и грузины и все остальные спрашивают может меня жена армянка или уже дети армян или еще что то я раньше реагировал в общем-то более остро но сейчас я понимаю что для большинства людей действительно необычно и непонятно моё это стремление к изучению армянской истории я всегда подчеркивал что мой интерес к армянам к армении начался с армянского языка это очень важный момент потому что чтобы не случилось чтобы не происходило чтобы про меня не говорили чтобы вообще не было этот интерес будет всегда никуда не денется он будет только развиваться что основа на языке теперь что касается комментариев было много комментариев ну скажем так из таких классических шаблонов да то есть армяне это армяне и хайи это разные племена армяне это цыганское племя из индии там еще что-то боша какой-то хай боша я до сих пор не расшифровал что это значит что армян значит прислал на кавказ грибоедов и второй деятель там на букву п тоже в 1828 году до этого армян там не было что у армян 50 процентов 70 процентов 130 процентов тюркских фамилий тюркских вообще слов языке вот много всего большая часть комментариев была видимо от азербайджанцев часть из них была от жителей северного кавказа то есть видимо от дагестанцев но опять же не могу сказать кто именно да в дагестане живут более 50 разных народов пишет ли это лесгины или это пишет азербайджанцы которые живут дербенте я точно сказать не могу я по-прежнему убежден что большая часть азербайджанцев как таковых кто себя считать азербайджанцем это люди адекватные сообразительные образованные но каким-то образом в комментариях я вижу иную картину и становится впечатление как будто бы те у кого есть доступ к интернету они мыслят определенным образом которые не соответствуют реальности совсем а еще я забыл поменять миф ну что армянские вообще алфавит взят у эфиопов что это все украдено причем пишут мне это как бы да на латинице в общем это как ну в общем парадокс очень большой вот и есть еще несколько шаблонных таких комментариев связанных с этим евреям нельзя верить что еще про возраст но вообще много всего я психологию не изучал глубоко пока что но тем не менее кое-что могу сказать то есть если человек пишет комментарии кому ты служишь да я могу сделать вывод что он сам привык служить кому-то ему непонятно как можно никому не служить и любить армению или изучать армению очень многие комментаторы писали что ты на самом деле армянин из краснодара или ты на самом деле хайский армянский кто-то еще то есть тоже люди не верят что кто-то со стороны не будучи армянином может говорить про армению что-то не то чтобы что-то хорошее что-то просто фактической да то есть тут важно понимать что я ничего в своих роликах не говорил приукрашивая или намеренно что-то пытался придумать я говорю просто факты в частности когда я начал изучать историю дербента вообще дагестана и когда даже открыл историю города грозный волей-неволей мне попадались ссылки на армянских историков да то есть я открывал не армянские источники я открывал источники на разных языках на английском на иврите и на русском языке и вот я читаю про дербент идет ссылка вот историк ехише писал да то 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 потом мовсес хоро наци писал то 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 широк аци писал то то и тот то есть это общепризнанные общедоступные источники где ссылки идут на армянских историков это не хорошо это неплохо это не возвышает армян на другими это не принижает соседние народы ни в коем случае да просто есть определенные факты есть факт о том что в монотандаране в ереване да в музее рукописи древних хранятся различные записи о происхождении допустим ногчи да происхождение чеченского народа происхождение дагестанских народов это просто факт потому что когда нквд уничтожали многие архивы связанные с чеченцами когда была депортация чеченского народа а многие записи сохранились именно армян армяне как древний народ народ книги всегда собирали вокруг себя и у себя архивы записи картографию историографию и так далее почему-то многих это оскорбляет каким-то образом да вот это я тебе скажу почему оскорбляю мы как-то с тобой разговаривали я тебе сказал есть письменные народы есть бесписьменные народы это как у познера однажды спросили по поводу кухни у кого вкус вкусная кухня он сказал что есть пивная нация есть винная нация вот у винной нации это самая кухня куда вкуснее чем у пивной ну пивная нация у нас то там немцы да англичане датчане шведы ну действительно скажем так у них с кухни не ахти там эти пережаренные колбаски тугое мясо и там другое дело вот винные нации итальянцы испанцы французы вот там вот кухни то же самое и письменные бесписьменные нации у письменной нации а у нас кто в европе только два народа имеют собственную письменность это грузины и армяне да на кавказе тем паче только грузины и армяне соответственно и тем и другим дано было сохранить и свою историографию и естественно историографию соседних народов ведь эти два народа достаточно такие древние я не знаю вообще о чем спор вот можно просто вот зайти допустим любой источник написать просто армения это я сейчас говорю нашим зрителям не армянской национальности просто написать армении и прочитайте но это же не армяне пишут это пишут абсолютно разные источники то же самое дербен то же самое о каких-то других народностях даже очень таких народностях которых мало слышно например дедойцы ингилойцы табасаранцы в армянских источниках о них есть чеченские ученые почему-то не в баку приезжают за чеченской историей а вот почему-то в ереван приезжают то же самое делают ингушские историки то же самое делают представители других национальностей и и это я вам скажу вот не саша не даст соврать на то что матинадаран это это еще не повод тому чтобы ехать именно туда больше всего армянских древних источников и средневековых источников армянских и армянских о соседях находится в санладзюроделье армении это орден хитариста в италии армянский остров да как мы знаем да и есть еще монастырь в вене на мехитарин гасы на переулке мхитаристов это в вене там тоже великолепная просто библиотека я советую всем кто побывает может быть в вене обязательно посетите там великолепнейшая библиотека много очень разных рукописей и любители дербента и любители дагестана вот я знаю что кто-то тебя пытался выводить куда-то на разговор якобы поймал тебя за язык что ты сказал что дербент вообще армяне основали но этого ты нигде об этом не говорил ты лишь всего ты всего лишь сказал о том что достаточно много источников о дербенте которые говорят именно это армянские источники их достаточно много говорящих о дербенте этого ты говорил да ну а следующий мой такой вопрос вот как ты думаешь вот слушая тебя меня других людей которые за бесплатно это делают да и мне приходит в голову вот просто проверить слова на подлинность ведь ну ты сам сейчас сказал вот они сидят у компьютеров да ведь это сейчас легко и не надо бегать куда-то там библиотеку может быть просто погуглить опа на русском языке погуглил действительно саша прав а давай мы сейчас посмотрим может это русский там что-то армяне араб рамян приплатил может быть давай-ка посмотрим что там английские источники пишет опа действительно тоже а португальский а испанский я кстати так пишу свои календари я гуглю смотрю на разных языках события вот я считаю что вот этим хейтером вместо того чтобы заниматься хейтерством лучше бы они делали вот то же самое вот проверяли наши слова на подлинность это же хорошо они будут извините за мое выражение такое может быть достаточно бутлядское кайфанут от того что поймают или тебя или меня за язык понимаешь но они же этого не делают видимо потому что они боятся своих же компьютеров вот чем проблема но допустим заплатили нам допустим а как же иосиф флавий кто из армян ему платил а как же плиний кто из армян ему платил древнегреческим мудрецам кто из армян платил а если даже и платили получать то что армяне тогда были было кому платить вот задумайтесь ребята я я обращаюсь сейчас хейтером и еще вторая моя мысль наверняка наверное представители ваших народов платят для того чтобы в принципе так и есть чтобы кто-то о вас чего-то говорил и вам кажется что вот армяне тоже кому-то приплачивают ну что ж это мысли торгашей и ничего не поделаешь кстати говоря о торгашах я сейчас сказал здесь тоже ничего плохого нет торгашах армяне сами ими были торгашами только это было давно тут получается знаете как я даже разбил армянскую историю на четыре этапа я сказал до рождества христова армяне были воинами но потому что это были свои империи царство да нужно было воевать после рождества христова армяне стали миссионерами и те точки армении которые я посещаем на шаре это святые армянские в западной европе да индейцы вот то что по армении сейчас будет центральной америки это как раз таки результаты армянских миссионеров после рождества христова средние века вот тогда армяне были торгашами они вместе с евреями или врозь ходили по морям и океанам торговали но это были не такие торгаши как в нашем понимании сел у прилавка и продал мандарины или помидоры нет отнюдь эта игра была по крупному они более дорогие вещи шелка алмазы и прочее от аравийского полуострова до китая все это по морю доставляли и обратно вот занимались тогда армяне мировой торговли в новое время армяне уже начали как бы от этого отходить и стали уже заниматься больше такой общественной деятельностью философией взять хотя бы ту же вот османскую империю сколько там поэтов общественных деятелей было да армения тогда уже не была независимой и вот новейшее время мы в основном уже знаем среди армян много есть и людей которые занимаются естественными науками это и математика физика химия чего только стоят те же абрам алексанов виктор амбарцумян и прочее 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 мергелян и так далее это я сейчас рассказал не сашу он я думаю без меня это все знает я это сейчас сказал тем комментаторам разлюбезнейшим которые оставляют свои опусы под выпуском у саши саша скажи а почему они кстати говоря этого всего не делают чего я им вот сейчас рекомендовал почему они не хотят на месте проверить слова на подлинность это же нормально да на самом деле много мыслей сейчас было процессе твоего выступления во первых мы сейчас говорим о платформе youtube вот если просто на ютюбе набрать на русском языке истории армении первые видео упадают вообще не связанные с армянами то есть каналы не армянские каналы русскоязычные русскоязычных различных блогеров где русскоязычные ребята рассказывают что было государство хаяса было потом урарту или одно время там много сейчас есть вопрос в любом случае на картах империя тиграна великого да вот границ нынешнего израиля и у всех морей все это в общем-то спорить с этим не просто бессмысленно я просто не понимаю собственно на чем основываются эти споры да опять же тут надо другой момент у меня есть очень много комментаторов азербайджанцев которые пишут очень грамотно и конструктивно да они причем вроде как из баку то есть но там видно азербайджанец который живет диаспоре в азербайджанском да там в америке или в россии диасбуржанец из баку даже по этим буковкам видно когда там они ставят турецкие до буковки есть очень много адекватных и образованных комментаторов которые конструктивно ведут диалог и конструктивно пишут что а вот я читал что то 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 и мы можем обсуждать я заметил что характер людей пострадавших пропаганды он очень похож и азербайджанцы здесь не исключение есть например различные споры между там абхазами и грузинами там тоже идут очень эмоциональные споры и тоже абсолютно от истории не отталкивающиеся да между черкесами и соседними там народами может быть между филиппинцами кабаджийцами даже есть что-то подобное да там были различные тоже жестокие события то есть как бы характер человека который живет под пропагандой и всех что-то объединяет и наверное в этом и ответ на твой вопрос почему люди не хотят посмотреть что-то настоящее во причин 2 либо нет доступа к информации да то есть формация просто закрыта либо доступ есть но вот эта правда она настолько перевернет весь быт и мир человека что он просто ему выгоднее жить дальше в том во что он верит причем это касается не только пропаганда это касается например очень верующих людей которые только религии допустим занимаются да они тоже отсеивают все остальные какие-то факты вещи потому что это будет смена полностью мировоззрение поэтому вот показалось что многие вещи они притягивают за уши ну например скажем армян привез главное привез будто бы это арбузы армян привез на кавказ на кавказ грибоедов откуда привез что значит привез а как они в иране оказались из индии на что вы опираетесь я вот все время у них спрашиваю ну хотя бы один источник покажите где написано что армяне прибыли в иран из индии ну нету ну нигде все вот прямо повод допустим вот я выкладываю там знаешь есть различные художники которые очень красиво вырисовывать армянские буковки то есть там виде птичек в виде каких-то узоров и там всегда вот есть комментарии от армян от русских немного комментаторов черкесов адыгов которые пишут да алфавит и обязательно какой-то комментарий с кучей смайликов веселых таких о это уфиопов они украли хая только умеют что то красть аргумент похожа да похожа эфиопский-армянский то есть аргумент состоит в этом я везде отвечаю то есть спорить тут бесполезно почему а в каком-то смысле они правы в чем они правы в том что был такой финикийский алфавит это вообще первый в истории письменный алфавит где отдельные буковки то есть это не клинопись это не вязь это именно отдельный алфавит финикийский он Он появился на побережье Средиземного моря. Финикийцы были, собственно, гениальными торговцами в то время, главными. Им нужна была письменность, они ее создали. И на основе финикийских букв, до этого был протосемитский язык, который не очень похож на буквы, больше на скальной надписи. А финикийцы создали именно алфавит полноценный. На его основе оттуда вышли арамейский алфавит, арабский, иврит современный, и армянский. И грузинский, и эфиопский, и будущая латиница, которая вышла из древнегреческого алфавита. Саша, ты очень сложную сейчас тему им задаешь. Это для них загруз. Это бесписьменная нация, они этого не поймут. Они же не задумываются над тем, что их алфавит один в один похож на итальянский. Понимаешь, в чем дело? Просто здесь несколько раз несложно. Был когда-то финикийский, из которого вышли все остальные алфавиты. И азербайджанский, будущий сейчас современный алфавит, и армянский, и эфиопский, и иврит. То есть здесь нечего делить. Кстати, еще нужно заглянуть на берманский алфавит. Мьянман. Один в один грузинский алфавит. Вот посмотрите, берманский алфавит, вы порядком где-то 6-7 букв даже каких-то найдете общих с грузинами. А так в основном визуально очень, вот как эфиопский, так и вот берманский алфавит визуально очень похож на грузин. Но это не значит, что грузины сперли у берманцев или наоборот. Я уверен, что они даже не соприкасались никогда. То есть если армяне с эфиопами еще соприкасались, например, Мескоп Маштоц, между прочим, учился в Александрии. Это ученый. Это не просто какой-то там человек из Мердакян. Это ученый. Он учился в Александрии. Там он, кстати, одно время преподавал. А эфиопский алфавит, это, по-моему, как и иврит, как и арабский алфавит. Там не пишутся гласные. Да, это семейский язык. Но эти тонкости... Но я же не договорил. Мы сейчас перешли к алфавиту. С алфавитом понятно тут. По поводу Грибоэтова-то я начал. Это чтобы закрыть эту тему. Надеюсь, закроют навсегда. Кто такие вопросы задает, почитайте, пожалуйста, что такое Великий Сургун. И тогда вам все станет ясно. Как армяне попали в Персию, что Грибоэтову пришлось снова переселять армян из Персии в Армению. Ведь они же как-то в Персию попали. И вот узнаете, что такое Великий Сургун. Более того, вы еще узнаете в придачу, как бонус, одну такую вещь. Что во времена Великого Сургуна персидский шах переселил из Армении вглубь Персию не только армян, но и из Грузии часть грузин, которые сейчас живут в Персии. Армяне хоть и по большей части вернулись назад благодаря Грибоэтову. А вот грузины до сих пор проживают в Персии. Их называют ферейданами. Это грузины-мусульмане. Они там приняли шиизм, ислам шиитского толка. Живут они в одной деревне, большая деревня такая, тоже в глубине Персии. Тоже еще они там живут со времен Великого Сургуна. Так что такие вопросы, уважаемые комментаторы, нужно знать, а потом только их задавать. Я перебил. В школе очень мало говорили про Павла Первого. Кстати, очень интересно Павел Первый именно про армян. Оказывается, он очень много для армян сделал. Павел Первый, который правил там пять лет, по-моему, всего правил. Павел Первый. Значит, именно при нем в Кизляре, это Дагестан нынешний, появилось огромное армянское поселение. Значит, он издал закон, по которому армянам полагались льготы. Он хотел поднять виноделие в Кавказском регионе. И была даже такая на всю Российскую империю известная кизлярка или кизляровка. В общем-то, было вино, сделанное именно армянами. И он сделал очень много законов, которые армян максимально привлекали в Российскую империю. И Петр Первый, все помнят цитату Петра Первого. Там что-то было типа всячески жаловать, миловать армян, чтобы они поднимали экономику, виноделие, рыбное дело и так далее. Да, это история для армян, как будто вчера. То, что Петра Первого, вспоминаем Павла Первого. Ты упомянул Месропа Маштоц. Я бы хотел добавить, ну, это действительно и святой человек, и ученый человек. Так вот, в Дербенте Маштоц тоже бывал, Месроп Маштоц. Более того, он дал буквы, алфавит он дал местным албанам. Тогда же это была часть Кавказской Албании. И именно Месроп Маштоц, по его распоряжению, были открыты христианские школы в Дербенте. Извини еще раз, я тебя перебью, потому что это очень важно. Даже азербайджанские ученые не говорят так грамотно, как это сказал ты, будучи неученым. В отличие от азербайджанских ученых, ты сказал «кавказские албаны», ты не сказал «албанцы». Потому что это не албанцы, албанцы проживают на Балканах, а это албанские племена. Кавказо-албанские племена, значит, это албаны, а не албанцы. Вот, значит, более того, на территории Дагестана, на юге, южнее Дербента, там до границы Азербайджана буквально полчаса, есть село Нюгди, вообще это всегда было татское, горско-еврейское поселение, где находится церковь 4 века. Церковь эта основана внуком Григория Лосаворича, Григория-просветителя, который крестил всю Армению. То есть представьте, как сильно связан Дербент исторически с Арменией. И вот после этих слов многие пишут, вот, смотрите, армяне теперь еще и решили Дагестан себе захватить и Чечню. То есть люди не слышат, что им говорят. Люди говорят, что армянские миссионеры присутствовали в Дербенте и вели свою миссионерскую деятельность. Потом была информация, что при арабском халифате, да, был такой эмират Аль-Армения, куда вошел тоже Дербент, часть Дагестана, вошла в армянскую территорию в составе арабского халифата. Это уже, мы говорим, 7-й, 9-й век и так далее, да. Потом часто пишут комментарии, что Армения – это географическое название, а Хай – это вообще другое племя. То есть Армении и Хай – почему в Ихайе и армяне, да? Ну, это понятно. Эти глупости азербайджанцы пишут, это их там пичкают. Другие никто такое не напишет никогда, потому что многие другие народности, у них есть и свои этнонимы, есть и экзонимы. У аварцев есть такое. Они, по-моему, себя называют марулал, это означает горец, а мы их называем аварцами, ну и так далее. То есть у грузин есть свое, да? У грузин, у финнов, у венгров. Да, у всех, у тех же албанцев на Балкане, да, на Балканах, они называют себя шкептарами. Даже можно взять немцев, в принципе, да? Они альман, альман – это у французов и испанцев, и у итальянцев, да, дойч, у них у странных, и германов. Ну, вот такую чушь только азербайджанцы несут. Тут уже, это уже не грибоедово. Интересно понять причину. Может быть, они ее и несут. Мне хочется докопаться до причины. Нет, я знаю причину. Я знаю причину, потому что некоторые же прислушаются вот нашим советам, вот когда мы говорим, ну, загляните в источники. И они заглядывают, и с ужасом узнают, что действительно есть какая-то, была какая-то Великая Армения, соседка Рима, еще какая-то Малая Армения, Великая Армения, Армянская Экилики, Армения, 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 вот как ты сейчас сказал, да, Эмират Армения. И что здесь в этом случае делать, как доказать, что армян здесь не было, они из-за идеи? А давайте мы скажем, что это вообще другой народ, что армяне – это армяне. Они уже давно вымерли вместе с мамонтами. А еще лучше давай мы их к тюркам припишем. А эти, которые хаи, они же себя называют хаиами. Ну и пусть будут хаи, пришли из Индии. Кстати говоря, я им говорю, а вы знаете, что хаи еще старше армян? Потому что сначала была хаяса, а потом только на этой территории Армения появилась, если уж на то пошло. Вот. Ну, здесь, конечно, нужен, чтобы им попался грамотный собеседник в этом отношении. А они же, если выбирают себе собеседников, я же вижу некоторых азербайджанских блогеров, они выбирают себе в собеседнике таких же баранов, как и они. Найдут какого-нибудь армянина, который, знаешь, далек вообще от жизни. Не то, что от каких-то наук. Вообще от жизни он далек. И вот на уровне, вровень с собой они разговаривают с этим армянином, тот совсем соглашается. А если с чем-то не согласился, ему задают встречный вопрос. Не бей, не меню, кукареку. Меня прорвало. Не хотелось бы в эмоции, да. Просто у меня тоже впервые, кстати, после этого ролика про Чечни и Дагестан, впервые у меня было обращение именно к подписчикам азербайджанцев, потому что хочется понять просто зачем и почему. Или там писали, где Арцах упоминался до 20 века. Но даже в русскоязычных источниках пишут, что как раз когда был 4-5 век, и тогда была информация, что вместе с армянскими воинами вот эти албаны сражались с персами, не давали им, в общем-то, прийти. И даже там было, что за христианскую веру сражались с армянами, с азероастрийцами, и многие из них там при поражении бежали в провинцию Арцах. В провинцию Арцах, которая была частью тогда одной из провинций Великой Армии. Раша, ты будешь смеяться, у меня тут есть учебник истории Азербайджана за 1970 год. Они там сами пишут про арцахских миликов. Ну вот что-то быстро потеряли эту всю информацию. Нет, вообще интересно, к чему это все приведет. И главное надо сказать, что да, действительно, иногда есть, с другой стороны зайдем, да, есть анекдоты, шутки, что, мол, армяне там себе присваивают вообще все, что армяне первые на земле, что там Адам и Ева тоже были, или кто-то из них хотя бы один был армянином там и так далее. Да, есть такие приколы, и они не имеют под собой места. Иногда армяне тоже себе позволяют сказать такое. Слушай, но ты же знаешь, в чем разница между армянами, которые позволяют себе такое, да, чтобы пошутить, и ими, нашими хейтерами с Востока. Разница в том, что армяне это вместе с друзьями на эту тему шутят на кухне где-то, за шашлычком, за кофе, да, а у них-то на уровне Академии наук такие шуточки. Понимаешь, в чем дело? Ну, это было к тому, что... Ну, в чем разница? В каком-то смысле важно смотреть, что есть сегодня, да, действительно. То есть мы смотрим сегодня на карту, мы смотрим, что сегодня происходит, что сегодня делает и чего добивается Азербайджан. Я не говорю плохого, хорошего, просто как факт, что добивается Грузия, чего добивается Дагестан, Чечня, Россия, Армения, как республика независимая сегодня. Важно, что народ сегодня имеет, да, потому что мы же там не выходим, допустим, там, к таджикам на улицу, не говорим, ребят, у вас была вообще-то империя, чего вы сидите там, вставайте, там у вас вообще-то вот ваши там земли. Или, допустим, литовцы, да, которые тоже имели великие, там, ну, древнейшая, в принципе, в Европе страна, да, Литва. Язык у них, кстати, санскрин. Да, я всегда говорю о том, что немногие государства постсоветского пространства имели до СССР, тем более до Российской империи, свою государственность. Их всего, по-моему, четыре или пять. И среди них вот литовское княжество. Да, и литовский язык считается древнейшим из всего, что мы вообще сегодня... Он очень близок к санскриту. Да. И почему они не из Индии в это время? Да, хотя, да, тоже вроде как есть что-то. И алфавит у них пользуется латинским, да, хотя вроде как. Вот, поэтому тут вопрос в том, чтобы действительно как бы не слишком иногда углубляться в историю, чтобы там... То есть не за счет истории, да, себя возвышать, но историю надо просто знать. Вот просто знать молча для себя историю и идти дальше. Вот, по-моему, так сегодня делают, как я вижу, как раз в Израиле, да. То есть это страна, которая имеет... Там даже есть такое выражение, вот, когда, значит, Герцель, да, Герцель, основоположник сионизму, написал свой труд в Австрии, он назывался Альт Нойлан, то есть старая новая земля. Он имел в виду Израиль. Да, есть древняя история, но мы строим новое государство, да. То есть вот этот баланс, когда ты знаешь свою историю, у тебя есть память о предках и так далее, но ты смотришь на то, что делать сегодня с соседями, как сегодня с ними разговаривать, не на основе того, что было 2000 лет назад, даже если история очень древняя. Это должно давать силу внутреннюю какую-то людям, должно понимание давать, что мы здесь не просто так на этой земле. У нас есть на это основание, которым тысячи лет, да, и нашей вере тысячи лет, но мы сегодня с этим должны что-то делать. Вот в этом смысле, на мой взгляд, армянам повезло с соседями, на самом деле, потому что такие комментаторы, наоборот, должны подстегивать каждого армянина, армянский народ задумываться каждый раз. А вот то, что они нам пишут, какое вообще они имеют право это делать, да, зачем они это делают, как мы им можем ответить не словом, а делом. Вот на мой взгляд, нужно так смотреть на эту ситуацию, да, то есть не просто на уровне там комедий, шуток, абсурда, которые происходят в комментариях, потому что там реагировать адекватно нереально. То есть я уже понимаю, что с кем-то можно общаться, с кем-то бесполезно. То есть если говорят, Армении никогда здесь не было, я говорю, ну так Эчмиадзин, Гонзасар, а это все албанское. То есть замкнутый круг, то есть как бы, ну, там невозможно просто отвечать. Окажите мне карту, где Эчмиадзин или Ереван в составе Кавказской Албании. А нету. Ну а с чего вы взяли, что это все Кавказская Албания? Ну вот с чего? Из чего вдруг Кавказская Албания писала рукописи на армянском языке? Почему не на Кавказо-албанском языке в таком случае? Самое классное, что вообще-то там типа Дербент, это на азербайджанском Дербент, и его основали, вот с этими буквами Е перегонтами, его основали азербайджанцы. Такие комментарии были очень много. И еще вот в центре Дербента стоит церковь 18 века, армянская церковь, но относительно новая. А давай напомним, как переводится вообще Дербент с персидского языка, если что. Ну, Дер это как дверь ворота, да? Дар, да, да. Это индиверапевский, армян дур. Дербент закрытый, как бы скрытый, закрытый. Да, да, закрытая дверь получает. А с азербайджанского никак. Дверь по-азербайджански будет гап, гапы. Гапы, да. Закрытый багла или баглады, что-то такое. То есть вообще никак. Где здесь Дербент? Насчет Дербента, там и чеченцы предлагали свои варианты, что созвучно с каким-то чеченским словом, и дагестанцы предлагали, но не знаю, почему персидский вариант никого не устраивает. Это же как бы не армянское слово Дербент. Должны все успокоиться, да? Это персы. Что вы как бы... Они считают сейчас персов союзниками армян, поэтому... Как, французы же плохими стали. Ты что, забыл, что ли? Они же сейчас претендуют на новую Календонию, на тех других пытаются Кортику и новую Календонию украсть у Франции, пытаются экстремизм там устроить. Так что сейчас и Иран, и Франция – это все враги Азербайджана. Понятно. Ну, в общем, я имею в виду, что ко всему идет зацепка, идет за все, даже за Дербент. Я, надеюсь, правильно по-зербайджански произношу эту «э». Да, Дербент. Кстати, когда я по Дербенту гулял... Но такого слова нету. Нету, нет. Когда я гулял по Дербенту, я слышал в основном азербайджанскую речь. То есть я могу аварский язык отличить от других и, наверное, лесгинский. Вот там кумыкский, табасаранский, даргинский, лагский, ногайский. Я понимаю, что тюркский, ногайский – это тюркский язык тоже можно отличить. Как азербайджанский? Да. Там мальчиши говорили «кяль», в смысле «кяль» там пошли, беги, там футбол играли. На стене, кстати, я видел огромный плакат, где написано в азербайджанском языке «Наши герои». То есть там были солдаты, павшие, как я понимаю, в СВО нынешней. И площадь Гейдара Алиева. Там находится с памятником. Вот. Ну, лесгинам это не нравится, но приходится терпеть. Ничего уж тут не поделаешь. Хотя какие заслуги у Гейдара Алиева в Дербенте – вообще непонятно. Наверное, точно такие же, как и на Бами. В общем, вот эта церковь XVIII века, которая в Дербенте стоит, она без крестов наверху, но у нее есть крест там на стене. В общем. И она не действует, кстати. В ней там иногда проводится литургия кое-какая, и у меня возник вопрос к местной диаспоре армянской, собственно, а как так? То есть церковь Нью-Гди IV века – это исторический памятник. Я думаю, даже в какой-нибудь ЮНЕСКО ее, наверное, занесли. Я не уверен, но я думаю, ну, такого в мире вообще мало. Церковь IV века. То есть христианство только принято было, и уже в этом же веке, да, 301 год, в этом же веке вот эта церковь – внука Григория Ласавурича. А эта церковь не действует. Там находится музей ковров. Да, конечно. Музей Дагестан. Да, у меня был вопрос к местным армянам сначала. А, собственно, почему вы себе эту церковь не оформите как бы в ААЦ? Потому что верующие вы или нет, церковь все равно объединяет народ как-то, да? Это место сбора. Нет, там вопрос не так ставится, Саш. Я сейчас не зря упомянул лесгин, который, я сказал, им это не нравится. Ну, я имею в виду про Гейдар Алиева, площадь и так далее. Им это, я сказал, не нравится, но тем не менее это поставили. Ну, если лесгины, а это коренной народ дербенты, если лесгины не решают, что нужно делать, а что не нужно делать, за ними, за них все решают другие, то что маленьким армянам там стоит сказать, то и прислушаются вообще. Понятно. Ну, собственно... Поднимался вопрос, много раз поднимался вопрос, но толку с этого не было никакого. Ну, это такой интересный случай на самом деле. Что касается, кстати, Чечни, немногие знают, что 150 лет назад в Грозном было три церкви, армянская, католическая и православная, две синагоги и одна мечеть. Это Гроза 150 лет назад. И с тех пор там находятся еврейско-армянские кладбища, и они находятся там в абсолютно полном порядке и в изумительном состоянии на сегодня. То есть чеченский народ в этом смысле очень уважительный и грамотно относится к святым для армян, для евреев. Чеченцев я вообще очень люблю. У меня вот по жизни, сколько я сталкивался с чеченцами, я многим чеченцам преподавал даже арабское письмо, и это было в Казахстане тоже. И, знаешь, всегда попадались, ну, может быть, это мне так просто повезло, я не знаю, всегда попадались вполне такие адекватные, очень грамотные ребята. Я не знаю. Вот именно по чеченцам вот такое вот совпадение. Вот у меня и есть чеченцы. Было интересно, что чеченцы старшего поколения еще и помнят Микояна, который тогда выступил открыто против депортации чеченцев, ну, против Сталина он, в общем-то, выступил открыто. Это был именно Микоян, армянин, да, в составе. И, в общем-то, они это тоже помнят. Это интересный момент связи вот армян и чеченцев, да, в данном случае. А в Дагестане, естественно, армяне представлены гораздо шире. Я говорю, вот Кизляр, есть такое село Карабаглы. Кстати, тоже азербайджанцы радостно там запрыгли в комментариях. О, Карабаглы, это же вообще не ваше, это же наше. Смотрите, какие армяне, да, то есть тоже там. Да, Карабах – это чурское слово, да, но, опять же, есть разные названия. Они основаны армянами оттуда, из Карабаха. Карабахское ханство, да, было. В Российской империи же была отдельная губерния, да, вот это Карабахское ханство было, и, собственно, поэтому так называется. Вот, поэтому поездка была очень успешная. Я понял, что нужно обязательно еще раз ехать в Дагестан, именно по, уже чисто по армянским местам, потому что сейчас-то я ездил больше по аварским, там, по местным каким-то, да, таким замечательностям, и все равно наткнулся на армян. Вот хотел я этого или нет. Да, я еще хочу бонусом азербайджанцам сказать, что в Чечне есть станица, называется Шелковская. Это, кстати, недалеко тоже от Кизляра, от тех мест. Так вот, станица – это основано армянским купцом. Почему станица так и называется – Шелковская? Потому что там он выпускал шелка. Он туда завез шелкопряд и занимался там шелками. И местное население было приобщено к трудовой деятельности такой. Это, если я не ошибаюсь, конец XVIII – начало XIX века. И вот этим армянином эта станица и была основана. Выпускались там шелка, и туда все больше и больше из других аулов, из других мест людей переселялось из-за того, что там можно было заработать. Так и образовалась сама эта станица шелковская. Подытоживая тему именно комментариев, да, наверное, на мой взгляд, до сих пор у меня есть две реальности в голове. То есть, мне кажется, если я приеду в Баку, я увижу совершенно грамотных, нормальных людей, таких же, как в Нереване, таких же, как в Тбилиси, таких же, как в Петербурге, например. А люди в интернете, ну, опять же, если взять арабо-израильский конфликт, тоже в интернете люди пишут разные вещи тоже, что там никогда не было евреев вообще никогда, что это Палестина там же была, да. То есть, люди тоже не задумываются, что Палестина – это вообще римляне. Назвали так эту землю, землю географически, а не народ. Назвали землю Палестиной в честь греческого племени филистимлян, это греки, которые больше всех солили евреям, израильскому царству, там еще время царя Давида, и назло евреям. А евреям часто делали все назло. Даже частично праздник Пасха там при короле Джеймсе, в общем-то, был назло евреям, чтобы отделить еврейскую Пасху от всех с праздником. Ну, правда, праздник уже пройдет, но кто праздновал. Вот, и этот момент тоже люди используют как пропаганду, что вот Палестина, что там в Израиле такого названия не было, да, и Рецесраиль, что это все библейские еврейские сказки. Опять же, вот про сказки, любимое слово комментаторов, да, там вот это хайские сказки или это еврейские сказки. Да, ну, как говорится, в любой сказке намек, и, как правило, сказки-то оказывается для взрослых, да, поэтому тут нужно задуматься. То есть замкнутый круг. То есть мы сказки пишем сами себе, получается, он как бы спорить не получается. Ну, ты знаешь, на один вопрос, я думаю, ты бы мог ответить прям сходу. Я думаю, ты, наверное, это сделал, если ты им отвечал. Ведь в отличие от них, которые говорят, что армянский язык наполовину и даже больше состоит из тюркских языков, это ты владеешь и турецким, и армянским. Ну, насколько армянский язык, я имею в виду литературный армянский язык, состоит из тюркских слов? Какой процент тюркских слов? Разговорный. В диалектах есть много тюркских слов. А, здесь проблем нет. Мы говорим о литературном, о котором армяне слушают, по телевизору говорят, газеты, книги, ну и так далее. Литературный армянский язык. Я, процент это слишком сложно. Я по-другому спрашиваю. Я тогда спрашивал, если, вот мне пишут, назовем его тюрок, пишут, что армянский состоит наполовину как минимум из тюркских слов. Я говорю, ну тогда почему? Вот почему ты не понимаешь тогда меня, когда я говорю на армянском, если он состоит из тюркских? Поляк же русского поймет на 50%, русский-польский ровно 50% общего. Русские с поляками как-то друг друга поймут в аптеке, в кафе, что-нибудь договорятся. Ну или там чехи с украинцами. Друг друга как-нибудь поймут, там тоже 50%. Или там португальцы и французы как-нибудь поймут, тоже 50%. Там даже, наверное, больше процентов схожего. Армян... Мы сейчас не будем говорить, какая семья, чего, что в армянском языке, за что я его обожаю. Я его и так обожаю, за звучание, за вот эту вот красоту, но еще он интересный чем? В нем есть синицкие корни, шумерский, арамейский, индоевропейский санскрит, есть персидский, есть все. Причем оно не заимствовалось в армянский, а оно в армянском осталось изначально. Это вообще отдельная ветвь. Мы так глубоко сейчас не идем. Это лингвисты этим занимаются. Просто вот на уровне бытового общения на рынке. Если армянский, это тюркский язык, или на 50% тюркский, почему тогда турки, армян не понимают на их языке вообще, даже на 10%. Вот это весь ответ. Я знаю, тебе там задавали вопрос по армянок-копчакам. Было. Было такое, да? Ну, вообще, у меня был комментарий интересный из Севастополя, где есть село Эдисия, я боюсь ошибиться. Это не в Севастополе, это в Ставропольском крае. В Ставропольском крае. Хорошо. Да. Где, значит, они сказали, что у них, их диалект состоит на 90% из азербайджанских и тюркских слов. На 90%. Так и есть, да. Да, так и есть. То есть, они армяне, говорят на армянском, Это даже не диалект. Это даже не диалект. Если бы он хотя бы наполовину состоял из тюркских слов, да, то это уже был бы диалектом. А он практически и есть тюркский язык, там, огурской ветви какой-то. Может, это азербайджанский, может, турецкий, но ближе все-таки к азербайджанскому. Огурская ветвь, но это же не говорит о том, что они тюрки. Это люди, которые перешли на этот язык. Вот как были такие, вот неправильно говорят, армяны, кипчайки. Были армяне, армянской идентичностью, своей религией, своими фамилиями, и они отказывались от армянской национальности. Но, так как они проживали в крымском ханстве, они переняли вот этот крымско-копчакский язык. То есть, они перешли на этот язык. И при том, что они говорили на этом копчакском языке, это, кстати, было до 17 века. Потом все это перестало быть, они снова стали обычными армянами, говорящими на армянском, потому что смешались уже с другими армянами. Так вот, они хоть и говорили на копчакском языке, но писали при этом на армянском. У них даже молитвы были, я как-то видел молитву на армяно-копчакском языке, но при этом написанной армянскими буквами. Было очень смешно, когда я там ханлогы гельсин, чтобы пришло твое ханство на землю. То есть, ну, это перевод как бы царствия и на земле твое тоже было, и вот они на этом крымско-копчакском языке армянском говорят халлогы гельсин, халлогы гельсин, бурая. Сюда. Да, да, чтобы твое ханство пришло и сюда, на землю. Было очень смешно. Но их нету. Кстати говоря, от этих самых армян, которые говорили на копчакском языке и образовались гельсинские армяне в Галиции. Это вот, куда я вот скоро собираюсь, Польша, потом Западная Украина, вот там тоже, ну, раньше это же была территория Польши, Львов, Ивано-Франковск и так далее, вся эта Закарпатья. И там была мощная, сильная армянская диаспора, такая католическая. Вот они как раз-таки потомки тех армян, которые говорили на вот этом копчакском языке, но потом они перешли уже на армянский язык, ввиду того, что в Бессарабии, пока они шли до Галиции, в Бессарабии они смешались уже с другими армянами, говорящими именно на армянском языке. И вот до Галиции они уже дошли, будучи полноценными армянами с полноценным армянским языком. Это вот ответ на вопрос по поводу копчака. Да, были истории интересные про армяна Лизгин, как раз когда Маштоц и его, но тех, кого он ставил, вот епископы пришли в тогдашний, но в современном Дагестане, на ту территорию, там как раз были интересные тоже заимствования в армянский язык из Лизгинского и в Лизгинский из армянского пленных терминов. Но сами языки не смешивались совсем ввиду того, что народы очень разные по ментальности, по истории. В этом смысле те же черкеса-гайи, о которых мы говорили. У меня очень чувствуются адыги-черкесы, тоже получается не смешивались. То есть армянские вот эти черкеса-армяне, они же не говорят на адыгейском, у них свой же язык, но при этом они жили полностью в окружении черкесских аул. Да. Ну, Саш, я думаю, нам пора уже закругляться. Мы как бы встретились с тобой на полчасика, а уже наговорили очень много. Я понимаю, что тема достаточно такая интересная, особенно нашим с тобой зрителям. Я еще раз хочу напомнить, если кто-то не видел сюжет из Дагестана, Александра Листенгорта, если кто хочет тебя то Лихтенштейном назвать, ну ладно. Вот. По-моему, я уже привык, ты Листенгорт. А, кстати, да, пока я не забыл по поводу армян, которые говорили на тюркских языках, я хочу еще, или говорят, хочу, кстати, еще напомнить, что есть греки, которые говорят на турецком языке, понтийские греки, насколько я знаю, они проживают где-то в районе Ессентухов, где-то там. Есть евреи, в конце концов, ашкеназы, которые говорили на идише. А идише, это что? Это диалект немецкого языка. Но при этом эти евреи не немцы. Например, вот мы сейчас, я напомнил твою фамилию, это же перевод не с иврита, это перевод немецкого, да, ну идише, немецкий язык. Вот как перевести его на русский язык, фамилию твою? На немецком это Люстгартен, Люст это как наслаждение, удовольствие, Люстгартен это сад, как все знают. Соответственно, пока эта фамилия ехала из Германии в Российскую империю, через Польшу, через Прибалтику, она превратилась в Листенгор. Да. Ну, это вот вопрос о том, почему у кого-то есть фамилия. То есть, если у Александра немецкая фамилия, фамилия немецкого происхождения, это не делает его немцем. То же самое, если бы я был бы, скажем, не Арутюновым, Аллах Вердовым, это нисколько не делает меня азербайджанцем, тем более, да, или там еще кого-то. Ну, я думаю, все, на этом нужно закругляться, или как? Есть еще какие-то вопросы? У меня к тебе все. Да вообще бесконечно может, даже вот Алла Вердян, опять Алла Вердян, это Астват Сатурян, да, это Астват Сатур, то есть данный Богом. Аллах Вермек это забирать, да, на турецком, а Турцком, на армянском, да, Алла Вердян, Астват Сатурян, то есть действительно, ну, вообще, по-моему, это важно озвучивать, эти вещи, потому что многие думают, действительно, что, а, ну, раз он, там, ну, там, не знаю, Искандарян, да, Искандар это Александр по-турецки, или Алиханян, ну, значит, это типа, ну, все, вот, армянский это турецкий язык и фамилия, да, то есть, ну, люди должны понимать, что фамилия берется по региону, и в Османской империи жили более трехсот лет, да, жили армяне, которые, естественно, имели местные фамилии, так же, как евреи имели в Европе местные фамилии, у французов, у еврейских французов тоже интересные фамилии, на французский лад, например, то есть это нужно озвучивать, я считаю, важная тема. Самое любопытное, это другое, что вообще в фамилии нет такого понятия, как азербайджанская фамилия, ее нет, есть армянские фамилии, есть грузинские, есть русские, есть там немецкие, английские, но понятия азербайджанские фамилии такого нет, априори, даже если, ну, во-первых, скажем так, фамилии сами у азербайджанцев появились только в 20 веке, до этого этих фамилий не было, они использовали свои отчества, либо там от топонима какого-то, шахтахтинские, шамахинские и так далее, но это же во времена Российской империи, а так углы, углы, бей, углы и так далее, то есть это не фамилии, далее, поэтому азербайджанских фамилий априори нет, и второй момент, почему азербайджанских фамилий нет, потому что на 95% азербайджанские фамилии, это ничто иное, как имеющие арабские и персидские корни слова или имена, то есть что там азербайджанского, ну, там 5% может остается там что-то из тюркского, типа вот верди, о котором мы сейчас сказали, а все остальное это персидские слова, имена арабские, персидские, что там азербайджанское, поэтому уж чья бы корова мычала, вот на этой ноте мы, наверное, и закончим сегодняшнюю нашу Сашу встречу, и надеюсь, мы еще увидимся и проведем вот такой вот совместный разговор, да, вот Саша рекламирует, кстати, ты начал читать уже? Я начал листать на интересные места, которые мне интересны. То есть читать ты пока не начал? Листать, я это так называю, вот у меня рядышки две книги, да, одна большая, другая маленькая. Ну-ка, ну-ка еще раз, я без очков не увидел вторую. Первую-то я узнал. Да, это моя книга. Твоя, твоя, да, твоя, все, понял, твоей у меня нет. Спасибо за твой труд, очень жду следующих томов. Да, спасибо тебе за мой труд, который ты еще не прочитал. Ну, и спасибо всем нашим зрителям, которые смотрят. Главное, не просто смотрят, а доверяют. И тебе тоже, Саша, доверяют, и мне доверяют. Вот это вот самое главное в 21 веке. Ведь блогеров и журналистов-то много нынче развелось, и очень много. Но доверять или нет, это уже дело каждого. И спасибо вам тем, кто доверяет нам. А мы доверяем вам, нашим зрителям. До следующих встреч в эфире на следующей неделе. До свидания. Аман, мы нынхарик мир. До свидания.